Солдат Удачи 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 В положении tip-down, под правую руку, в закрытом состоянии нож у нас, клиночек идёт по центру. Собрано всё очень добротно. Положение клипсы позволяло бы носить нож незаметно, потому что нож практически не вылезает у вас из кармана. И её вот этот вот светлый цвет. Была бы она чёрная, конечно, было бы здорово, но на самом деле, на мой взгляд, это единственный момент, который, на мой взгляд, вызывает замечание, что у вас, по большому счёту, нож на кармане не особо большой, ну, не гигантский, 92 мм клинок. А клипса, такое ощущение, что у вас там, я не знаю, 6 дюймов на клинке. Она действительно здоровенная, и было бы здорово её покрасить. Но, с другой стороны, повторюсь, с учётом того, что довольно гладкая здесь поверхность, у нас получается, что длина клипсы предохраняет от того, что у вас нож просто вылетит из кармана. Ход клинка плавный, лайнер у нас на самое начало пяты клинка. Форма клинка дроп-поинт, и довольно красивый здесь сатинчик. Выточен нож, ну, проще показать, чем рассказать, потому что здесь, если брать по всем вот этим секторам, я думаю, что всё и так видно. Клинок у нас плейновый, 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 не знаю, как правильно произносить. С одной стороны надпись Марсер, с другой стороны Як-9 и марка стали 8, хром 14, молибден ванадий. Кончик особо деликатным не назовёшь, толщина обуха у нас проходит практически до самого кончика. Вот, не знаю, ребят, на тему раскручивания, нераскручивания этой шайбы. Конечно, сейчас стоит намертво. Я очень надеюсь, что при долгом поюзе она не начнёт ходить, не начнёт вылетать. Потому что, конечно, если, скажем, предположить страшное, и этой шайбы не будет, то открывать можно будет нож только вот таким вот образом. Но, с другой стороны, шпеньки также на ура откручиваются, поэтому это просто вот, скажем, мои какие-то мысли. Хотелось бы, чтобы всё это было прочно. Нож оставляет очень благоприятное впечатление именно для любителей таких спокойных, складных, классических ножей. Таким ножом, скорее всего, трудно будет кого-то напугать, какую-нибудь бабулю там или тётушку. Почему? Потому что он, ну, пугают обычно какими-то именно зверскими клинями. А здесь самый-самый простой такой, по виду, безобидный ножик. Посмотрим, что он у нас покажет на тестах. Стоит этот нож в «Солдате удачи» 1390 рублей. Я сразу автоматически перевожу в евро. Это что получается? Меньше 20 евро? Так вообще замечательно всё. В общем, вот такой вот он у нас. Простой, но непростецкий. Посмотрим на него на тестах. Сфера применения. Самая обычная, ежедневная. Every Day Care EDC. Качество сборки за такие деньги вообще замечательное. Единственное, конечно, вот он, помимо клипс, у меня ещё один небольшой такой вот нюанс. Он толстоват. В руке это здорово. На кармане он по-любому будет чувствоваться. Он такой вот немного, такой крепыш, упитанный ножик. Спасибо за просмотр. Больше мне добавить нечего. Посмотрим, как он будет резать. Продолжение следует...